Добрый вечер дорогие друзья, с вами канал 1 Австралия, я Александр Петров и наверное вам необычно видеть меня в маске, ну по приколу. Дело в том, что я сейчас нахожусь в шопинг-центре и здесь в нашем штате, а скоро наверное по всей Австралии, нас будут заставлять надевать маски. Я считаю это большой глупостью, большой в общем-то подлостью по отношению к населению, но я не собираюсь уже особенно бороться за все эти свободы, права и так далее. Меня научил мой опыт 90-х годов, когда я был депутатом в собрании нашего города и я уже тогда понял, что вся эта борьба бесполезна, борьба за счастье народное, потому что народу это нафиг особенно не нужно. Вот так что позвольте мне быть достаточно саркастичным, навлекая наверное волну негодования как со стороны тех людей, которые хотят носить маски, потому что я их откровенно высмеиваю. Именно их желание, а не ношение масок, так и тех людей, которые демонстративно хотят протестовать, они пускай протестуют. Вот я вижу девушку, допустим, она шла без маски, я ее приветствую, это австралка. Да у нас в общем-то в Виндзоре практически очень мало людей, которых нельзя назвать Ози и слава богу такие люди есть. Естественно, я эту маску сниму прямо еще не выходя из шоппинг-центра, но я думаю, что своего рода какая-то взбудораживающая такая реакция ваша, она будет не лишней. Я хотел поговорить о том, что весь наш бунт, все эти наши протестные слова это бунт на коленях. Те люди, которые управляют нами и те люди, которые в общем-то загоняют нас в стойло, это люди, которые обладают огромной волей, огромными средствами, огромным и порой очень тайным аппаратом подавления. Люди, обладающие не просто опытом, но и отличными знаниями, отличным образованием в сфере подавления нашего сопротивления еще до того, как это сопротивление возникнет. Что мы хотим делать? Мы хотим сделать то, что раньше было, на мой взгляд, достаточно легко, но мы этого не делали. То есть приехать и остаться в Австралии. Сейчас это будет намного сложнее, но зато вы намного мотивированнее. Вы-то думаете, что те проблемы, которые вы имеете у себя дома, это проблемы чисто такие эндемические, которые свойственны вашей стране. Ну, например, России, Украине, или Казахстану, или Белоруссии, или Узбекистану и так далее по списку. На самом деле это проблемы общечеловеческие. Будет ли жизнь в Австралии лучше, чем в других странах? Конечно, будет. Просто потому, что она была лучше. И это не потому, что эта страна очень умная и талантливый народ здесь живет, а потому, что кому-то это нужно было. И эти причины никуда не делись. И жизнь в Австралии, естественно, будет лучше. Вам нужно приехать сюда. Мне хочется, чтобы вы здесь были. И не только потому, что я делаю на этом деньги, в чем меня обвиняют, или в чем мне завидуют, и так далее. Некоторая категория нашего населения и наших зрителей. А потому, что вот мне так хочется. Вот я так вижу этот мир. Так я вижу свою Австралию, в которой будет больше людей, которых я хочу здесь видеть. И это желание, в общем-то, в какой-то мере совпадает с желанием австралийского народа. Но покорность людей, она, скажем так, видна. И в то же время, заметно, что сами австралийцы, которые происходят, наверное, от каких-то бунтарей, бандитов, воров и проституток. Такова уже история. Этот флоринг-броссел, этот первый флот и последующие флоты, которые сюда пришли, они, в общем-то, состояли из людей криминальных, а значит, достаточно свободолюбивых. И поэтому я вижу, что много людей бунтуют, много людей не носят маски. Много людей носят маски только по принуждению. И принуждение, опять-таки, со стороны тех же самых Австралов, Ози, оно такое мягкое, типа, слушай, мужик, надень маску. Мы понимаем, что это все говно. Но, ну ты же понимаешь, что если что, нас обоих возьмут за задницу. Вот приблизительно такой неозвученный разговор мы слышим. И поэтому все-таки в помещениях маски, надеюсь, временно мы одеваем. Но это в действительности знак того, что нас ломают. Я не хочу сказать, что нас могут согнуть, но никогда не сломают. Я думаю, что и свободолюбивый австралийский народ, который происходит от зэков, которые в действительности очень ценили свободу. Все-таки и этот народ достаточно, возможно, так согнуть, что он уже не распрямится. И это, я думаю, цель тех людей, которые устроили это коронабесие. Но добро пожаловать в новый мир. Я думаю, что многие и сидничане, и люди, которые привыкли нас видеть на экранах, вы не понимаете того, что и у нас вот это вот коронабесие, в общем-то, существует. Это неприятно, это ограничение свободы. Это плевок в лицо каждому конкретно человеку и всем нам вместе взятым. Потому что мы прекрасно знаем, что эти маски абсолютно ни от чего не помогают. Это абсолютно ненужная, унижающая человека штука. Что будет дальше, чем душа успокоится, я лично не знаю. Я знаю, что я ориентирован на то, чтобы люди приезжали сюда, чтобы людям легче здесь жилось, училось и оставалось, если это будет возможно. Вот если это будет невозможно, если какие-то коронабесы или баронабесы, которые нам все это устроили, если они будут наступать нам дальше на хвост или на горло, я уже не знаю, как это правильнее сказать. Вот в этом случае я подумаю о том, что я буду делать. Я очень люблю эту страну. Я ее люблю со всеми ее недостатками. Я прекрасно знаю об этой стране то, что многие даже местные жители, родившиеся здесь, либо не знают, либо старательно забыли. Я знаю все эти недостатки. И все-таки я считаю эту страну милой и очень приятной для жизни. И именно поэтому я советую вам сюда приехать, а не потому, что я как-то стремлюсь на вас нажиться. Но коронабесия делает и ее хуже, чем она была. Да чем я этот ролик поставил? Это своего рода ролик, который показывает вам реальное положение дел. Ну, знаете, если вот так вот посмеяться, а ведь многие девчонки в маске выглядят лучше, чем без нее. Человеческое и мужское, скажем так, воображение обычно дорисовывает картинку в лучшую сторону, и вы видите, что о, а она-то вроде ничего. Вот когда, правда, маску снимет уже и не очень. А вот иногда, вот смотрите, снимает маску и тоже ничего. Кстати, девчонка сняла маску с таким отвращением, с такой обидой, что ее заставляет это делать. Ну, видимо, там ее где-то... Вы, наверное, видели, когда она туда проследовала, видели, наверное, как к ней подошел охранник и просил ее одеть маску. Ну, вот такое наше отношение. Сколько будет терпения длиться? Я думаю, всегда, я думаю, что те люди, которые заставляют нас носить маски, заставляют нас жить в этом коронависии, эти люди очень, как я уже сказал, умные. Они не будут перегибать палку, когда-нибудь они будут давать плобину, а потом дальше закручивать и закручивать и закручивать эти гайки, и они не сорвут резьбу. Они хитрые и умные. Они жили среди нас всю эту жизнь. Они всю эту жизнь готовились нас поработить. Всю свою жизнь они считали себя людьми выше нас, и мы им только мешали жить. И, может быть, наша польза для них была только в том, что мы были дешевой для них рабочей силой, чтобы они жили хорошо. И теперь они осуществляют свои мечты. Насколько они осуществят, не знаю. То ли, насколько мы им позволим, то ли, насколько им позволит их совесть или то, что от нее осталось. Но мы должны продолжать то, что мы делаем. Мы должны продолжать наше стремление в Австралию, приезжать сюда и оставаться здесь. Вот на такой минорно милой ноте я и хотел бы закончить этот ролик. Большое спасибо и до следующих встреч.